Мы сейчас находимся возле дома номер 187-1 по улице Интернациональной, где недавно очень сильно просел грунт. Если посмотреть, здесь все пошло волной. Асфальт пошел волной и начал отслаиваться от дома. А вот эта газовая труба, как нам рассказали местные жители, искривилась тоже совсем недавно. Дворы улицы Интернациональной в Уфе печально известны карстовыми провалами. В 1984 году на углу дома образовался колодец диаметром в 4 метра. В 2016-м под землю ушел автомобиль, который так и не нашли. Они вон машину-то ставят ведь. И это, вдруг смотрю, хлоп, земля провалилась, и машина ушла. Все тут выбежали, хозяин прибежал, машины нет. Да, администрационную машину поднимали, то есть он получил машину. В середине февраля случился новый провал. На этот раз возле подъезда жилого дома номер 187-1. Под толщей нечищенного снега жильцы даже не сразу его заметили. Это резко просело. Резко? Резко. В данный момент, в течение двух недель, наверное, оно уже все как будто провалилось. Мы даже ведь не замечали все вроде как нормально. Заметили, когда вот эту часть почистили. У нас вот эта часть была ровная. Вот эта была ровная. Асфальт, вот эта была ровная. А сейчас она резко вот провалилась. Грунт внезапно осел на 10 сантиметров. Полину Мулякову это не удивило. Женщина живет тут давно и говорит, что вода всегда подмывала землю. Мы вот в 1976 году сюда переехали, тут вообще была вода, уже под домом были, кучами. А потом тут люди говорят, которые уже тут жили, тут же частные болоты было. Они говорят, река вот под вашим домом течет. Когда переехали, даже немножко трясло. А потом как-то утихомирилось. А как трясло? Что означает трясло? Ну, как бы вот ночью тишина же, видишь, и люстры гремит. Когда провали стало известно, говорят хозяева квартир, на место приехали спасатели, специалисты из ЖЭУ и администрации района и города. Сейчас люди боятся не того, что дом уйдет под землю, а взлетит на воздух. Неделю там назад мой муж почувствовал запах очень газа. Вызвал газовщиков, они приехали только на следующий день. Сказали, что происходит просадок дома, поэтому труба погнулась, произошла трещина. Четыре дня там назад снова произошел такой же инцидент. Труба снова прогнулась, но уже и произошел сход грунта. Вчера, вот снова, когда труба, оказывается, лопнула, мы проснулись на кухне у нас в коридоре и в зале. Очень сильно вот у меня окна выходят. Запах был нереальный. Я еле проснулась, сразу закрыла окна плотно, закрыла детскую дверь плотно, чтобы дети еле проснули. Старшую еле пришлось разбудить, младшую пришлось сонную выводить на свежем воздухе, чтобы ей легче стало. Часть гнула, и вот эта часть вот так, в таком деформации была. Его обрезали, эти все новые трубы. Обрезали, заваривали, опять. Это буквально вот в течение месяца три раза приезжали. Трещины пошли по всем пяти этажам. Специалисты поставили на них маячки. С тех пор сотрудники разных служб приходят к провалу каждый день и что-то решают. Но что именно, жителям не говорят. Они говорят, оно может дальше пойти. Вот там вот я смотрю, ровно еще, а здесь вот неровно. Если кто-то что-то нам говорил, они с нами же вообще не разговаривают. Постоят с папками, с умными лицами полчаса, по часу и разъезжаются. Сегодня тоже делегация была. И так каждое утро сейчас. На район улицы Интернациональной геологи уже давно обратили внимание. Например, доктор геолога минералогических наук Рафил Абдрахманов в книге 2002 года «Карст Башкортостана» пишет. Дом номер 193 по улице Интернациональной расположен в условиях перекрытого сульфатно-карбонатного подкласса карста. Дополнительными изысканиями на глубине 38-78 метров от поверхности вскрыта карстовая полость с площадью 450 квадратных метров и ориентировочным объемом 4000 метров кубических. После образования провала принято решение провести усиление основания. Однако принятая технология бурения тампонажных скважин с водой привела к разоплотнению карбонатной части разреза. Вместо стабилизации осадок произошла их активизация. Дом номер 193-2 стоит напротив дома номер 187-1. В 2016 году, когда возле него провалилась и пропала машина, люди требовали от властей решения проблемы. Мы зашли в одну из секций многоэтажки, которая покрыта трещинами, и проверили старые маячки. Местные жители сказали нам, что дом номер 193 недавно укрепляли. Но посмотрите на этот маячок, он от 26 ноября 2016 года. Здесь пошла трещина, и только что нам жильцы 9-го этажа сказали, что появилась она недавно. Выходит, что местные карсты до сих пор активны. Жильцы дома номер 187-1 боятся весны. Вся вода устремится в их низину. Геологи опасаются того же самого. Интернациональное это, и Уфимское шоссе там к ней, там просто дело дошло уже, ну вот, до крайности. Все это будет происходить до первой трагедии. То, почему весной происходит обострение. Ну, потому что та вода, которая сейчас циркулирует, вдруг к ней добавляется вот то, что сейчас лежит в виде снега. Интенсивность процесса, она резко увеличивается. И поэтому весной происходит, ну, то есть там, где тонко, там и рвется. Укреплять дом, замазывать новые трещины и засыпать провалы, говорит геолог, без полноценного исследования бесполезно. Проявление процессов на поверхности – это отражение чего-то масштабного, произошедшего там. Засыпать эту воронку, значит, песком – ну, это все равно, что тушить пожар бензином. Вы ее просто вот закрыли, не видно ее, но это опаснее. Кто укреплял фундамент и как? То есть приехали некие ребята, значит, из ЖУ, значит, и что там, замазали свежим бетоном трещины на фундаменте этого дома, там предварительно нужно провести инженерные изыскания, инженерные геологические изыскания. Со слов Сергея Ковалева, если исследование когда-то удастся провести и ситуация окажется серьезной, то дома придется расселять. На это может понадобиться до миллиарда рублей. Наблюдательные скважины, говорит геолог, должны появиться по всей Башкирии, чтобы контролировать ситуацию с карстами. Но пока проект не нашел поддержки у правительства. Тем временем жители дома номер 187-1 говорят, что к провалу подъехал целый КАМАЗ с землей и другая тяжелая техника. Неофициально нам сообщили, что засыпать собираются только яму, которую вырыли, чтобы обследовать газовую трубу. Мы направим официальный запрос, чтобы узнать, что власти собираются делать дальше. Сегодня, 16 февраля, приехали глину засыпать яму. Трубу еще не стали переваривать, и вот так вот сейчас глину приедет. Засыпет, и все. И что у нас там дальше будет, непонятно. Егор Полторыхин, Игорь Яковлев и Руслан Габидолин, телеканал ЮТВ.